В ходе войны гидеровцы понесли не только военные, но и морально-политические поражения. Утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас. Иначе идеология дружбы народов одержала полную победу над идеологией звериного национализма и расовой ненависти гидеровцев. Теперь, когда Отечественная война идет по 90-му концу, во всем величии встает историческая роль советского народа. Ныне все признают, что советский народ своей самоотвержденной борьбой спас цивилизации Европы от фашистских подростков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человече. Перехожу к внешнеполитическим вопросам. Истекший год был годом торжества общего дела противогерманской коалиции, во имя которого народы Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов, Америки, объединились в боевой союз. Это был год упрощения единства и согласованности действий трех основных держав против гитлеровской Германии. Решение тегерманской операции о совместных действиях против Германии и блестящая реализация этого решения представляет один из ярких показателей упрощения фронта противогитлеровской коалиции. Мало найдется в истории планов больших военных операций о совместных действиях против общего врага, которые были бы осуществлены с такой полнотой и точностью, какой был осуществлен план по совместному удару против Германии. Вы работали на тегерманской конференции. Не может быть сомнений, что без наличия единства взглядов и согласованных действий трех великих держав, тегеранское решение не могло быть реализовано с такой полнотой и точностью. Несомненно также, с другой стороны, что успешное осуществление тегеранского решения не могло, в свою очередь, не послужить делу упрощения фронта объединенных наций. Столь же ярким показателем прочности фронта объединенных наций нужно считать решение конференции в Думбардон-Окше по вопросу об организации безопасности после войны. Говорят о разногласиях между теми державами по некоторым вопросам безопасности. Разногласия, конечно, есть, и они будут и все. Так же и спорят о других вопросах. Разногласия бывают даже среди людей одной и той же партии. Тем более, они должны иметь место среди представителей различных государств и различных партий. Удивляться надо не тому, что существует разногласия, а тому, что их так мало. И что они, как правило, разрешаются почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих держав. Дело не в разногласиях, а в том, что разногласия не выходят за рамки допустимого интересам единства трех великих держав. И в корречном счете разрешается по линии интересов этого единства. Известно, что более серьезные разногласия существовали у нас по вопросу об открытии второго фронта. Однако известно также и то, что эти разногласия были разрешены в конце концов в духе полного согласия. То же самое можно сказать о разногласиях на конференции Думбартон-Фокса. Характером для этой конференции является не то, что там вскрылись некоторые разногласия, а то, что девять десятых вопросов безопасности были разрешены на этой конференции в духе полного единодушия. Вот почему я думаю, что решение конференции Думбартон-Фокса следует рассматривать как один из ярких показателей прочности фронта против Германии. И еще более ярким показателем упрощения фронта объединенных наций нужно считать недавние переговоры с главой правительства Великобритании Господином Черчилем и министром иностранных дел Великобритании Господином Иденом в Москве в проведенной дружественной обстановке и в духе полного единодушия. На всем протяжении войны гитлеровцы предпринимали отчаянные попытки разобщить и противопоставить друг другу объединенные нации, вызвать среди них подозрительности недружелюбие, ослабить их военные усилия взаимным недоверием, а если удастся, то и борьбой друг с другом. Подобные стремления гитлеровцев и политиков вполне понятны. Для них нет большей опасности, нежели единство объединенных наций в борьбе против гитлеровского империалиста. И для них не было бы большего военно-больтистского успеха, нежели разобщение союзных держав в борьбе против общего врага. Известно, однако, сколь тщетными оказались подруги фашистских политиков расстроить союз великих держав. Это означает, что в основе союза нашей страны, Великобритании и Соединенных Штатов Америки лежат неслучайные и приходящие моты, а жизненно важные и длительные идеи.